А следующая штука про то, что лучше быть прекрасной женщиной в возрасте, которая самодостаточна и чудесна, чем быть женщиной в возрасте, которая нелюбима. И вообще, в принципе, мне кажется, что быть нелюбимой – это всегда не так выгодно, как быть прекрасной и самостоятельной. По стеклу барабанил дождь. Она только что вышла из дверных лопастей огромного ночного отеля. Она села на заднее сидение, копалась в сумке, искала сигареты и проверяла, все ли она взяла, не забыла ли что. И вдруг у нее на глазах выступили какие-то странные, незнакомые ей штуки. За окном ее самой дорогой в мире машины был Октябрь, а ей было 50 лет. И водитель ее удивленно замер, наблюдая за ней в зеркало заднего вида. Она поймала его взгляд, затем вытащила из глаза каплю. Уставилась на нее, поднесла к свету, рассмотрела, понюхала, растерла между пальцами. Но это явно было что-то новое и совсем ей незнакомое. Затем она хмыкнула, вытянула палец за сидение и продолжила проверку. На сумку упала еще одна капля, затем еще одна. И вот уже целые рейки из ее глаз бежали в сумку. Сумка переполнилась, выплюнула все содержимое и ковшом опрокинулась вниз. Она поджала ноги, обхватила укослявыми руками острые коленки. Рейки текли по колготкам в туфли, сидение намокло, пошло солью и отяжелело. Вода в машине начала подниматься. Она испугалась, стала дергать ручку двери, а дверь все не поддавалась. В панику впал водитель. Он тоже дергал ручки, жал все кнопки подряд. Машина начала заряжать телефон, сварила кофе, включила приемник. Тихими, нервными скрипками заиграл Вагнер. Вода дошла до приемника, приемник заискрил, врубил громкость на максимум и потерял управление. Вагнер захватил всю машину, и скрипки пилили воздух на куски, а вода все поднималась и дошла почти до самой крыши. Водитель захлебнулся и болтался теперь на ремне в передней части машины, распухшей и бессмысленной, как левушонок. Она боролась и кричала. Она, силой выгнув тело, уткнулась в подушку крыши и по миллиграмму собирала оставшийся воздух, испуганно вращая глазами. В эту секунду в дверях отеля возник молодой человек. Он крепче запахнул пальто, поежился и закурил. Он уронил взгляд на стекла, стоящие перед ним машиной, и глаза встретились. Машина была полна до краев, и скрипки резали все живое, что было в машине. Она била кулаками в стекло, бросалась на стекло грудью, тратила последний живущий в легких кислород и кричала, захлебываясь в своих слезах, срывая голос на сип так громко и так отчаянно, как никогда в жизни. Что конкретно она кричала, он не слышал. Он как-то криво улыбнулся, снова поежился, помахал ей рукой на прощание и, бросив быстрый взгляд куда-то в сторону, выкинув недокуренную сигарету, скрылся в дверях отеля.